привет всем еще раз дорогие наши коллеги спасибо что пришли в такое позднее время у кого-то я видела тут и час и два и три часа ночи как вам слышно очень рада всех видеть народу уже почти 600 человек даже не ожидала что столько будет людей при придут послушать очень рада конечно волнуюсь немножко целый день проболела вот сейчас час назад буквально села и взбодрилась сама посмотрела все ролики и стал мне намного лучше так что я думаю я сама уже зарядилась и мы все с вами зарядимся меня зовут дарья коровина да мне 28 лет через две недели будет уже 29 вот тут моя семья на картинке у меня муж саша дочка настенька я сейчас 16 годика и моя жизнь уже до до арифлейм уже можно сказать до арифлейм я работала лаборантом лаборатория научном институте работа у меня была очень можно сказать такая скучная делала анализы спасибо огромное до анализы и целый день заполняла журналы 60 журналов надо был каждый день какой-то журнал вписать забегает начальник орёт чего вы ничего не делаете так что работа была конечно такая чай пили по пять раз в день в общем там можно сказать языками чесали никакого роста не предвещалось как бы я сидела на своей младший научный сотрудник так я чувствую четыре года просидела так бы и дальше сидела потому что никакого роста мне не предлагали одни только анализы на вредные вещества это растворители это химия нефтяные загрязненные почвы в общем и все это мне уже страшно надоело вышла замуж да и пошла в декрет и вот на шестом месяце беременности мне предложили работу в нашем замечательном проекте а до этого я уже несколько лет назад пробовала себя в арифлейм уже тогда мы мы но еще не женаты были с сашей подписали у нас в арифлейм там меня подруга пригласила познакомили нас с директором и они нам все конечно рассказали расписали и квартиру купите через полтора года два и на доходы выйдете конференции вам бесплатно это вам бесплатно и все вам бесплатно мы конечно старше тогда рот открыли давайте пишите списки знакомых нам сказали раздавайте каталоги приглашайте людей на мероприятие но особо тут у нас ничего не получалось на список знакомых я конечно написала человек пять даже смогла своих подружек пригласить на мастер-класс в офис до офиса мне из дома до сервисного центра надо было ехать целый час и подружки у меня жили тоже примерно таком расстоянии и конечно мало кто соглашался приезжать в офис на кудыкину гору как говорится ну человек 5 я конечно пригласила на мастер-классы понравилось девчонкам двоих даже троих подписала тогда они что-то там для себя заказывали и один каталог я даже была на 6 процентов и потом нам сказали давайте еще что-то делайте делайте обзвоны и анкетирование на улице ну ладно тогда лето было мы как-то я очень сильно боялась подходить к незнакомым людям на улице меня саша как-то еще подходил там у кого-то даже телефон брал анкету заполнял но и в итоге мы так неделю может быть ходили потом еще неделю звонили и никто к нам на встречу не пришел потому что у нас не опыт и ничего не было звонить я тоже страшно боялась стеснялась уходила там в другую комнату сидела пыталась кому-то позвонить совершенно незнакомому человеку позвать его на встречу даже у меня две девушки согласились и в итоге все равно никто не пришел и нет все так как-то вводила такое сильно стрессовое состояние я даже ну потом мне было плохо что вот так вот вроде чего-то ждешь и ничего не выходит и потом нам как-то мягко сказали что вот у нас ничего не получается вы только двоем ходите на наши школы на наш там дегустации как цели если не приводите людей то можете и так и не ходить ну мы как-то так еще больше расстроились и потом это все как-то дело и угасло и этот и конечно у меня остались впечатления не очень после этого oriflame offline и вот через год примерно уже предлагали предложили мне уже в одноклассники случайно зашла и в этот же день меня пригласили в группу мама по совместительству или как заработать декрет я думаю о это точно для меня потому что мне через месяц выходить декрет и подработка очень нужно нужно потому что я уже представляла что пройдет полтора года закончится наши декретные декретные были 7000 а зарплата у меня была где-то ну 15-16 тысяч в месяц на работе лаборант я представил что через полтора года мне не будут платить ни копейки и это меня тоже уже тогда напрягало потому что у мужа тоже не такая уж большая зарплата и жить как-то надо было я уже тогда решила что-то поискать в интернет вступила я в эту группу мама по совместительству и буквально через несколько часов мне уже анна черна написала сообщение да здравствуйте это спасибо что приняли приступили в группу и я там предлагаю работу онлайн ну какое-то сообщение такое было примерно такое как мы сейчас отправляем нашим кандидатам и там оставьте вашу электронный адрес и вышли вам информацию подробнее конечно ничего про рефлейм сообщения не было я думаю какая-то интересная работа и присылает мне опять арифлейм текст ну конечно я все посмотрела все файлы изучила там и план успеха был который я и так уже у меня дома был мы в тот раз уже купили план успеха уже все эти расчеты мы изучили я уже как бы все знала всю систему маркетинг плана мне все было знакомо как числение идут и как нужно приглашать и сколько людей нужно иметь как бы в этом плане мне наверное как новичку было легче потому что я знала маркетинг план сразу уже потом все таки я подумал подумала и как-то забыл что ли мне на следующий день написали еще одно сообщение что добрый день вы разобрались в моем предложении и и мне пообещали строить структуру что поможет со структурой там такое сообщение было что структуру я себе уже не строю помогая моим девочкам и подписываем новичков от каждого новичка получается как бы дерево и у вас уже будет доход с этих веток и вот тут я конечно совсем поразилась что структуру нам предложили строить еще и онлайн и подписать мне новичка для меня это было просто шок тогда я конечно уже почти сразу сразу дала свои данные для регистрации потому что это чтобы в оффлайне кто-нибудь вам кого-нибудь подписал это никогда в жизни там все все только под себя подписывают как скрипут под себя и чтобы как-то человеку помочь ему строить ветку такого никогда в оффлайне не будет и даже вот с некоторым директорами потом общались они они даже не знают что это такое подписать своему новичку кого-то вниз они не понимают этого они просто думают что мы работаем неправильно и потом меня связали уже анна чернс тани новиковой и она мне уже начала помогать вот огромное спасибо а не и таням я вас очень люблю хочу сказать да вы мои самые лучшие спонсоры и благодаря вам конечно я начала тут уже как-то дальше расти вот и теперь я не знаю где переключить слайд в оффлайне как они они подключают потребителей потом если кто-то из этих потребителей случайно заинтересуется доходом вот тогда они немножко объясняют про доход и уже говорят как нужно приглашать людей а где же тут этот слайд переключить так я не вижу где переключить слайд мне вот этот значок как как следующий то поставить ну вот я это поняла тут можно нажать еще где материала вот на фото у меня над фото и не совсем видно ну вот получается пятом каталоге 2012 года я зарегистрировалась и вот буквально наверно первую неделю уже нашла новичка еще я же тогда работала и с работы я еще подписала вот двух человек по моему я с работы подписала там у меня женщина осталась как потребитель она просто показывает каталог на работе и тоже как бы идут баллы моей структуре она просто для себя туда относится каталог на работе она и сейчас относит вот получается тут первый каталог потом групповые баллы личные группа сколько человек процентный уровень и последняя колонка это доход мой доход уже доход тут в рублях доход в рублях вот и в шестом вот каталоге у меня первый такой новичок появился это катя мангул и вот она сделала 100 баллов сама и потом постепенно у меня группа начала расти и вечером вот я еще работала месяц как бы я мало уделяла работе всего там наверно два часа приходилось работой вечером немножко приглашал и можно сказать я мало когда работал совсем вот и потом уже на седьмом месяце ушла в декрет и уже два месяца до родов я каждый день старалась тут работать сидеть приглашать через группу тогда когда еще страничек не было через группу я приглашала и и получается вот десятый каталог я уже тогда родила свою дочку и буквально месяц я не заходила совсем в интернет потому что у меня были тяжелые роды и потом мне месяц нельзя было сидеть то есть я все время лежала и в интернет практически я не могла зайти и потом уже ну вот прошел буквально три недели тогда я уже нормально себя чувствовала и да и я зашла как раз и увидела что я на 6 процентов это вообще меня так конечно поразило удивило что я вот целый месяц не была в одноклассниках а группа моя выросла баллы выросли в два раза и вот тогда я вообще была очень счастлива что буквально даже я не заходя в интернет моя группа начала расти сама да тут уже вот одиннадцатый каталог пятьсот семьдесят пять баллов и тут у нас появилась такой уникальный человек это тоже в нашей команде это оксана васина оксана васина она очень круто очень быстро взялась в работу и вот буквально это можно сказать тут попер рост такой сильный два раза два с половиной три раза это потому что ее ветка начала очень сильно расти и вот эта ветка как раз в семнадцатом каталоге она они были на пятнадцать процентов оксана была и вот поэтому у меня такой доход небольшой потому что у меня не было отрыва от моей ветки буквально то один уровень то тогда ветка меня догоняла никак я еще не могла сама построить еще ветки у меня были то есть ветки еще на 9 и и на 9 и 3 процента и большая ветка на 22 процента была оксана васина и вот семнадцатом каталоге я вышла на 22 процента И буквально я была уже один каталог всего лишь на 22%. Сейчас дальше включу. Следующий слайд сейчас. 2013 год. Уже в первом каталоге, в следующем я не вышла уже на 22%. И получается у меня уже не пошла квалификация на директора. И уже в втором каталоге Оксана Васина вышла на 22%. И у меня получается осталось в группе 2072 балла. Вот второй каталог получается у меня осталось 2072 балла. И тогда я конечно пыталась, уже мы со своей группой пытались дальше работать сами уже. Оксана Васина полностью самостоятельный лидер. Практически я ей совсем не помогала. Катя Мангул, ее спонсор, она ей конечно помогала. И эта ветка уже не полностью самостоятельная. Оксана Васина уже закрывает золотого директора скоро. И вот что тут такого было? То, что я сама только находила новичков. И общалась буквально с двумя-тремя своими активными людьми. То есть вот эта вся группа, сколько у меня осталось? 400 человек. И буквально я общалась всего-то с несколькими людьми. И вот это была, конечно, моя огромная ошибка. То, что я искала новичков личных и все. А чтобы взаимодействовать с группой, я такого не делала. Я не создавала чаты. Я ничего не делала для своей команды уже тогда. И вот поэтому тогда мои баллы начали падать, падать и падать. И еще я в первые моменты зарегистрировала себе целых 10 человек. Хотя нам твердят, твердят на каждом вебинаре, в каждом письме, что нужно только 2 под себя. 2-3 человека максимум зарегистрировать. И потом им строить ветки. Я зарегистрировала человек 10. В итоге строила 6 или 7 веток сразу. Вот это тоже была огромная ошибка. И вот весной, получается, 13-го года я решила, что мне очень срочно нужно набирать отрыв, набирать баллы. И где-то в мае, получается, 11-й каталог, я решила взять только одну ветку. Ну, получается, большая ветка у меня на 22% была. И я решила взять только одну ветку. И всех-всех новичков своих туда подписывать. И в этой ветке я решила найти активного человека, который еще остается с нами, который работает. Это вот наша... Ну, вот Анна Шайдулин у нас потом, Лисяна Ильгамова и Авдеенко Валентина. Лисяна у нас тоже тогда как-то не сильно работала. И я ей сказала, кто у тебя остался в ветке активной, напиши мне контакты. Она мне написала от Валентина Авдеенко, которая уже почти год была на нуле, но как-то работала. Мы с ней вот списались. И я с ней много говорила, да. И мы нашли общую цель, что ей очень нужен и пассивный доход, и очень нужны деньги. И как-то вот тогда я зажглась этим, то, что вот помочь именно вот этому человеку, конкретному человеку в этой ветке для достижения его цели. Не просто вот искать и регистрировать людей в ветку, а найти активного, с ним каждый день общаться и именно помогать ему в достижении его целей. Вот тогда, когда мы вот начали с Валентины переписываться, переписываться, она мне все лето писала, у меня ноль, у меня ноль, что почему у меня ничего не происходит. Я говорю, подождите, подождите, все будет. И как бы то, что вот она упорно работала, у нее начались регистрации тоже по 10-15 человек каждый каталог, хотя до этого может 2-3 было. И как-то мы вместе пошли. И вот ветка у нее заработала, она вышла на 3-6-9 процентов. И вот как раз это было уже август, сентябрь, октябрь. Но вот когда вы только начинаете, вы строите, если спонсор вам строит ветку, вы строите одну ветку сами, а лучше 2. Получается 3-3 ветки. Если спонсор вам помогает, вы можете строить 2 ветки сами и одну спонсор. Если спонсор не так сильно помогает, то стройте сами 2 ветки. Да, максимум 3 ветки в начале, потому что больше это, больше мало кто сможет потянуть. Это если вот допустим вы, ну домохозяйка, у вас есть свободное время, вы можете целый день тут распределить работу, домашние дела. Тогда, конечно, вы можете уже строить 3 ветки сами. А для начала 2, чтобы у вас был быстрее рост. И вот получается уже осенью моя вторая ветка вышла на 12, 15 и 18 процентов. И сейчас уже скоро выходит на 22 процента. Вот в первом, в 17 каталоге у меня почти 7000 баллов было, плюс 1 ветка на 22. В первом чуть-чуть был спад, а во втором уже у нас было 7300 баллов. То есть 200 баллов не хватает сейчас мне до открытия следующего звания старший директор. И потом у меня уже веточка выходит на 22 процента. Это Анна Шайдулина, очень активный мой лидер. И уже я открываю золотого директора. Очень жду, да, 2 ветки. Идеальный вариант, и потом уже начинаем третью. Все правильно. И вот тут как раз ошибки. Вот первый год работы, вот только я искала своих новичков, никакой работы с командой я не проводила. Общалась с несколькими людьми. И все. Потом, вот я уже рассказала, подписала себе много человек, не строя сразу ветки. Потом отношение к новичкам у меня было неправильное совсем. Вот зарегистрировался, почему не работаешь. Вот я хотя писала, подписывала на обучение новичков, но не устанавливала личного контакта совсем. Ждала, что они сами вот сейчас прям сядут и начнут там создавать страницы, работать. И это тоже была ошибка. Цель у меня была тоже 30 тысяч рублей в месяц иметь 1000 долларов. И вот как бы при достижении этой цели тоже успокаиваешься уже, видишь, что вот там отрыв есть и уже как бы успокоился и больше не нужно. Вот это тоже неправильно. Нужно ставить сразу себе следующую цель. И элементарная лень. Просто вот бывает заходишь, начинаешь смотреть картинки, видео. Вот сразу. Как зашел, нужно себя ловить. Я зашла для работы. Я зашла приглашать друзья. Я зашла отвечать на вопросы. Включаем там вебинар. Слушаем и приглашаем одновременно. В последнем каталоге там 27 тысяч почти это было за каталог. Это получается почти 40 тысяч в месяц уже выходит у меня. На уровень директора почти 40 тысяч в месяц. На что мы меняем? Вот личное рекрутирование уделяю я как бы сама 3 часа в день. И работу уже общения с командой 4 часа в день у меня выходит примерно. Это у нас мини-чаты в Одноклассниках, несколько штук. Потом чаты в Скайпе. Потом у меня уже своя рассылка. Потом мы сами уже проводим вебинары. Со всеми новичками я знакомлюсь. Тоже всем не скидывают своих новичков. В сентябре получается я начала проводить конкурс на лучшего рекрутера. Давала за этот конкурс денежные премии. Сама вот хотя и не получала еще дохода на карточку. Я откладывала каждый месяц эти деньги как-то. Семейный бюджет там 500-600 рублей. И поощряла своих людей. И как-то у нас увеличилась регистрация. Допустим у нас вот еще в августе 2013 года по всей группе, вот моей персональной. Ну а кроме вот большой ветки на 22% было всего 35 человек за каталог. И буквально когда я поставила этот конкурс на лучшего рекрутера, у нас сразу начало повышаться 60, 70, 100. Вот сейчас 150 новичков. Каждый каталог только. Ну по моей персональной группе. Группа вот Оксана Васьни. У меня уже не видно там отчета. Сейчас мне многие очень скидывают новичков. Я им сама тоже пишу, чтобы они говорили своим новичкам, чтобы тоже давали данные. Ссылки на социальную сеть вашего новичка. Я буду с каждым знакомиться, каждому писать приветственные сообщения. И уже спрашивать, приходит ли им обучение. Понятно или непонятно, что делать дальше. Вот и сама еще и знакомлюсь со спонсорами. Вот мини-чаты в Одноклассниках, я говорила, там по 20 человек. Потом это уже чат у нас там с 9% есть. Чаты в Скайпе, рассылки. И обязательно вот кто уже на 12% он может проводить свои итоги. Вот у нас сейчас новый менеджер это Валентина Авдейенко на 12%. И она уже проводила свои итоги. И как-то ее команда радуется за то, что у них такой отзывчивый, искренний спонсор. И уже как-то там у нее самой уже ветки выходят. В Казахстане сейчас на 3% ветка вышла. И у нее свои ветки уже выходят. Вот и строят самим только две ветки, не распыляться, не больше. И цель такая, не выйти, допустим, на доход директора. Не заработок там 30 тысяч в месяц. А уже цель должна быть эти две ветки, помочь им дорасти до менеджеров и помочь потом уже вывести на 22%. И ветку, допустим, я решила, что буду отпускать только на 12-15%. Когда там уже очень много активных людей, которые точно уже уверены, что будут работать в сети интернет. Я вот сейчас тоже смотрю, многим не нравится или их начальники, или их не работа не устраивает, или стрессы на работе. Они уже тоже говорят, что мы достигнем такого дохода и обязательно здесь останемся уже с вами. И проводим вебинары, итоги с командой. Потом всем советую тоже сделать отдельную страничку для коллег уже уровня 3-6%, чтобы всех новичков, которых вы находите, уже приглашать именно на эту страничку для коллег. И на этой страничке вы уже выставляете статусы, приглашения на вебинары, потом все текущие акции, фотографии копируете, какие-то, если у вас уже появился 3-6% группе, вы тоже просите его уже написать вашу мини-историю, как он пришел, кто его пригласил, и у вас уже обязательно тогда пойдет рост. И группу командную тоже уже с 3-6% можно создать группу командную, там скидывать тоже записи вебинаров. Информации про акции все можно взять у себя на сайте Арифлейм под номером и паролем, там есть раздел «Новости». Вы эти новости желательно смотреть каждый день, там все время появляются новые акции. Допустим, вот сейчас два аромата по цене одного, акции «Весеннее настроение». Это все тоже вы можете с фотографией выкладывать на своей странице для коллег обязательно. И вот тут уже 9 декабря, получается, 13-го года я оформила предпринимательство, и это получается 17-й каталог, и в первом каталоге мне уже перечислили мой первый доход, это 118 тысяч рублей. Вот, счастья, не было предела все-таки. После Нового года обычно у всех нет денег, и теперь мы вот 9 января получили такую сумму с мужем, мы были невероятно рады уже. И вот уже моя первая зарплата за первый каталог была 21 291 рубль, и это получается 4,5 тысячи еще оставляют на номере, чтобы мне легче было делать заказ уже, свой личный заказ. Вот, это уже на самом деле мои доходы, которые я получаю на руки, и очень счастлива, потому что они идут каждые 3 недели, то есть каждые 20 дней. Мне на расчетный счет перечисляют уже мой доход. Это невероятно классно, и теперь я, конечно, хочу его увеличивать уже в 2, 3 и в 5 раз. Мне уже очень охота, у меня уже такой драйв, всем желаю, конечно, этого достичь. 118 тысяч, это получается за год работы у меня копилось на номере, то есть весь 13-й год я делала уже там 150 баллов, и у меня на номере откладывались деньги, и потом мне все эти деньги перечислились на мой расчетный счет сразу же. Да, 150 баллов нужно делать, чтобы уже перечисляли доход на карточку. Налоги небольшие, там 6% с каждого дохода и пенсионный. И при том, вот сейчас я узнала, что если сначала заплатить пенсионный, а потом платить налог, то получается налог платить практически не нужно. И получается там небольшая сумма в год. На Украине не дают накопленный доход на карточку, то есть вы его постепенно тратите. Упрощенная система. ИП открыть несложно, да, там в течение 5 дней все это делается, и потом открывается расчетный счет, и потом вы идете с документами в сервисный центр, подписываете договор о выплатах, и уже вам в следующем каталоге перечисляют ваш доход. Нет, я целый год не снимала. Можно было только снять 50%, когда делаешь заказ. ИП делать налоговую по месту жительства. Например, зарабатывать. Потому что, допустим, вот сейчас моя мама, она не верит, что я получаю такие деньги. Она хочет, чтобы я вернулась на работу, на которую сейчас зарплата понизилась до 12 тысяч в месяц, а у меня уже, как вы видели, почти 40 в месяц выходят. Я говорю, мама, зачем мне возвращаться на мою работу с вредной химией, когда я могу здесь сидеть за компьютером, когда мой ребенок спит и зарабатывает такие хорошие деньги. Я просто не понимаю. Вот моя мама пока не понимает, потому что она 26 лет уже работает на одном заводе и доработает там до пенсии. Она просто уже спит и видит, когда у нее будет пенсия. Я говорю, мам, ну зачем мне это нужно? И вот два года назад они с папой хотели устроить меня к ним на завод. Потому что мой папа тоже работает на этом же заводе, вместе работают, да. Уже тоже сколько там, 27 лет или 28. И они уже даже выбили мне это место лаборантом работать по 12 часов в день там, в ночные смены. И это же стабильно, они мне говорят. Да, и я отказалась. Я буквально неделю, наверное, ходила, отказывалась, каждый день они меня давили, давили, давили. И я отказалась, и в итоге мои родители со мной примерно, наверное, месяц так не очень хорошо общались. То молчат, то не отвечают, то еще что. Только из-за того, что я не пошла к ним работать на завод. И теперь они, моя мама, даже со свекровью хотели сложиться на частный садик, чтобы я вышла на эту работу лаборантом. Я говорю, ну дорогие мои мамы, там, мама мужа, ну как вы не поймете, я вот тут работаю 6-7 часов, только когда Настя моя спит и получаю такие деньги. Вот, ну слава богу, меня муж поддерживает, муж мне верит, он мой главный, главный тут, главная опора и поддержка, потому что он сразу же знает, знал, что тут есть доход, и нужен только для этого потрудиться первый год, и второй год вы уже, ваша группа растет как по накатанной, в геометрической прогрессии, и вы уже начинаете получать хорошие деньги. Ну и вот мой обычный день начинается где-то в 9.30 утра, меня дочка будет, еле-еле встаю, еще говорю, ай да, поваляемся, не еще валяемся, в 10 мы кушаем, потом мы играем или рисуем, или вот книжки читаем, и час тут я успеваю немножко тут поотвечать на вопросы, зайти. Пока она меня тут бегает, таскает по своим делам, я немножко тут успеваю поотвечать, зайти, пригласить на вебинар, отправить там письмо, что будет вебинар, потом мы кушаем, опять гуляем или играем, и вот с 4 до 6 вечера она спит у меня, ложится спать, и тут я уже только приглашаю, сижу, то есть я открываю сразу 3-4 браузера, настраиваю приглашение, и вот этот час-полтора я только приглашаю друзья, примерно у меня выходит 300-400-500 человек в день пригласить, и потом она встает, мы уже кушаем или опять гуляем, тут уже муж приходит, он говорит, все, семейное время, пока в интернет не заходи, и вот где-то до 9 я не захожу, в 9 мы ее укладываем, и уже с полдесятого мы тут тоже сидим, пьем чай с мужем, и потом я уже сажусь, и до 1.30 я уже работаю, то есть 12, если часов вечера по моему времени, это, нет, если взять 2 часа ночи по моему времени, это только 12 в Москве получается, то есть некоторые только заходят, конечно, я уже стараюсь выйти, ну вот как приглашать по 500 человек в день, это нужно иметь минимум 4 рабочие страницы, и открыть их в разных браузерах, в браузерах полно, можно скачать вот это и Google Chrome, Opera, Mozilla, вы все эти браузеры Яндекс, можете открыть сразу все разные рабочие странички, нажать там еще найти новых друзей, и везде настроить приглашение, нажимать дружить, 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 и у вас получается там проходят интервалы, и вот если не отвлекаться, если не смотреть фото, видео, ролики, какую-то рекламу, еще что-то, то вы за час можете пригласить точно 500 человек, 100% это если не отвлекаться, вот дальше у нас, и час 30 я уже в 2 до 2 выхожу, потому что я знаю, что если я не лягу в это время, то на следующий день я очень плохо встану, такой уже организм, я это поняла вот за столько времени, что если мне не лечу в это время спать, то потом у меня будет то голова гудеть, то лещу что-то, поэтому я стараюсь выйти, но если кто-то что-то важное пишет, просит помочь, то конечно я сижу, отвечаю, как до последнего клиента, до последнего моего консультанта, чтобы помочь ему в чем-то разобраться, так что у нас дальше, и вот тут уже какие мои любимые методы рекрутирования, мне нравится работать в одноклассниках, и как вот в одноклассниках как-то были небольшие проблемы, там я работала в контакте, ну вот эти две соцсети, мне нравятся одноклассники, и в контакте я приглашаю, одноклассники, мне нравится поставить статус, обязательно добавить на него картинку, и на этой картинке отметить максимальное количество друзей, которые дает отметить, там 60 человек по-моему можно отметить на этой картинке, и уже к этой же картинке добавить комментарий, ссылка на свой блог, и уже эта картинка тоже разлетается по одноклассникам, люди ставят класс на нее, и картинку, а значит и статус увидит большее количество людей, чем просто поставить статус, но сейчас можно и на статусе отмечать людей, но я смотрю некоторые, ну недовольны, что их на статусе отмечают, поэтому легче отметить на картинке, мне кажется, на статусе тоже хорошо отмечать, допустим, в вашей страничке для коллег, можно написать приглашение на вебинар, и отметить новичков на статусе, странички тоже блокируют, но у меня очень редко блокируют странички, я уже для себя определила, что нужно писать только свое имя и фамилию, или просто имя писать, потом ставить свое фото, и не ставить никакие ссылки в статусе, только в комментариях можно, или в комментариях в картинке, сейчас у меня около 10 страничек, я успеваю поприглашать на 10 страницах, иногда я, допустим, сегодня на 5-6 приглашу, завтра на следующих поприглашаю, то есть странички у меня отдыхают часто, или через день, или, ну, каждый день все страницы я не использую, и может поэтому меня страницы практически не блокируют никогда, потом я пишу только людям, которые добавились ко мне в друзья, или поставили плюс в статусе, никогда не пишу, не знакомы мне людям, только тем, кто поставил плюс, и я всегда пишу фразу, что здравствуйте, или добрый вечер, вы поставили плюс в комментариях в статусу, потом пишу уже свое предложение, что работаю онлайн в проекте экспресс карьера, доход уже больше 30 тысяч в месяц, помогаю всем, кто присоединяется в нашу команду, примерно так, и в конце тоже пишу, извините за беспокойство, ну, также пишу, вы можете оставить ваш электронный адрес, вы сюда информацию, и потом пишу, извините за беспокойство, вот я также, как бы я как работала, просила у людей электронку, я так и продолжаю работать, мне этот способ нравится, потому что я перепробовала тоже другие способы, писала людям и ссылку на блог, и письмо от Drive отправляла, у меня как-то не шло, и потом я иногда использую даже малки, но тоже не очень, не очень часто, потому что многие люди у меня уже сразу после письма соглашаются, то есть в письме у меня есть тоже три ссылки, обычно письмо отправляю в экспресс-карьеру, тоже самое первое, которое мне дал спонсор, примерно там изменила, его немножко добавила уже в свою небольшую историю, у меня не каждый день регистрации идут, у меня бывает через день регистрации, бывает и две, три в день, бывает и нету никого несколько дней, но если несколько дней нет регистрации, я сижу приглашаю, 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 и знаю, что вот через там два-три дня у меня точно будет регистрация, как бы я, не сказать, что зациклена на регистрации каждый день, и сейчас мне уже тоже хочется, чтобы было, ну, качество, не как можно больше народу, а уже, чтобы мои новички поняли суть нашего проекта, я знакомлюсь с новичком, и, ну, вот после регистрации отправляю ему только два письма, это знакомство и первую инструкцию по работе, там, по шаговую инструкцию, там тоже не всю информацию, потом активируем страничку, и я просто начинаю спрашивать, что про семью, допустим, если девушка там работает, работает она в декрете, там, сколько детей, там, как зовут, ну, в общем, я так узнаю уже человека о его жизни, кем она работала, допустим, чем занимается, вот, и потом только уже на следующий день спрашиваю, прочитали ли инструкцию, и вот на следующий день я уже, ну, если вижу, что человек хочет работать, я уже тогда подписываю его на обучение, потому что бывает, людям сразу очень много сваливается информации, и я как бы сразу не подписываю на обучение на второй день, если человек у меня уже спрашивает, как, вот там написано сделать там две страницы, это нужно две страницы сделать новые, я говорю, да, нужно создать, зарегистрироваться заново, нажать, допустим, в другом браузере на сайт Одноклассники, зарегистрироваться заново два раза, ну, вот так уже объясняю, потому что многие не понимают сначала, как это там сделать, еще две страницы, вот, и тогда уже они делают, и вот на второй день или даже на третий я уже подписываю на обучение, а до этого я еще даю ссылки на записи в бинар для новичков, потом вот статус картины, отметки на картинках, опросы мне очень нравятся, опросы очень люблю, допустим, на какой-то странице, если у меня активность пропала, плюсов мало, я сразу ставлю какой-нибудь интересный опрос, я смотрю в ленте опросы, на отличенную тему, главное, чтобы опрос совсем не был связан с политические темы, еще какие-то темы, такие, на которых люди могут ругаться начать в комментариях, я ставлю там, допустим, вот сколько у вас детей, 1, 2, 3, потом математически там решите пример, вот такие математические опросы очень много людей рекламируют, если, допустим, пример там посложнее, то очень много начинают, у меня буквально на эти примеры за день набирается 1000 человек и потом в течение недели уже в опросе участвуют 10 тысяч человек по 500-600 комментариев и там по 100-200 плюсов можно собрать в этом опросе, и, конечно, с опросов у меня было много регистраций, но вот чем этим хороши опросы, но бывает, там есть, конечно, минус небольшой, что очень много людей пишут совсем разных, и там и 14 лет, и 16, и непонятно какие фото у этих людей, конечно, я, ну, иногда даже смотрю, ничего непонятного о человеке я могу даже не написать, потому что кого попало, тоже мне в команду не нужно, я уже сама начинаю выбирать, вот, и плагин я ставлю в гости практически каждый день, даже, вот я с утра включаю компьютер, я могу к нему не подходить и установить страницу, на Mozilla можно ставить плагин, он у меня ходит в гости, люди реагируют на статус и пишут плюсы в статусе, очень, тоже есть регистрация у меня с этой программкой, плагин выдается активным членом нашей команды, у кого есть 4 странички личные для работы в Одноклассниках и кто делает заказы, плагин попросите у вашего спонсора, если вы уже активно работаете, обязательно получите плагин, там можно он ставит отметки на фото пятерочки и можно даже установить на приглашение в друзья, но я вот ставлю гости, потому что остальные бывает сбиваются, мне сложновато настраивать и иногда вот каких-нибудь в ленте в комментариях я тоже пишу свое предложение с ссылкой на блог и пишу, что вы можете мне написать то есть отвечу я тем, кто пишет мне в личку и потом я в эти комментарии уже не захожу как метод Васина и Оксана она практически только так и работает я так иногда тоже делаю вечером когда уже допустим и отвечаю на вопросы уже не приглашаю могу просто несколько лент разместить свое предложение по работе вот вот это мои уже методы рекрутирования так дальше и вот здесь у меня что облегчает уже работу недавно вот я сделала блог для новичков у меня тут всего несколько разделов это добро пожаловать с чего начать как регистрировать откуда доход и и все по-моему вот буквально у меня тут три странички это для новичка допустим он мне спрашивает там я не поняла там с чего мне начинать что писать я говорю вот посмотри на эту страницу здесь есть десятки предложений вариантов статусов и вариантов писем в личку потом меня спрашивают допустим как правильно уже строить структуру и как регистрировать в глубину я уже тоже здесь нажимаю на ссылку как строить структуру и там есть у меня все в картинках и этот блок я тоже даю новичку и он уже видит как-то картинки конечно школа новичка тоже приходит нет я из Уфы школа новичка приходит но мне кажется не все ее читают не все письма люди читают то ли много приходит писем то ли просто людям лень и поэтому я вот сделала такой блок тоже для новичков только потом вот у меня в формате Excel по каждой моей страничке стоит ссылка на страницу логин этой странички чтобы не путаться и вот по каждой страничке я скидываю электронки мне допустим дали электронку я ее пишу в Excel где у меня эта страница находится и каждый вечер я прохожусь по всем своим страницам копирую электронки сюда чтобы потом если мне приходит регистрация на почту мне было легко найти на какой странице этот человек и уже идти туда пригласить его на страничку для коллег и уже начать общаться с ним дальше включать в работу и обязательно всем нужно вести свой отчет рекруты вот через день через два я копирую все рекруты которые у нас подключились в нашу команду абсолютно все ну вот по моей персональной группе копирую в Excel потом копирую их из этого отчета электронки вот здесь вставляю вот здесь третий получается где зеленый зеленый столбик это у меня отчет Excel вот зеленым я выделяю то что я отправила этому человеку знакомство и с ним познакомилась потом вот здесь розовым если человек сделал заказ и вот голубым я уже выделяю то что я пригласила человеку в нашу группу уже ускоренного роста прислала ему приглашение мы тоже сделали в январе свою группу где у нас там есть методы рекрутирования где у нас девочки делятся своим опытом пишут свои сообщения которые они отправляют в личку в свои статусы интересные и уже приглашаю в эту группу и так вот через 2-3 дня я отправляю знакомство и уделяю всех кого не забыть и потом кто терминируется я им примерно 3 письма 2-3 письма в каталог отправляю с акцией и что у них номер терминируется поэтому я выделяю розовым то что человек сделал заказ чтобы ему уже не отправлять сообщение что он терминируется и вот это тоже дает хорошие результаты допустим вот у вас есть электронки вот сейчас новая акция весеннее настроение можно за 10 минут примерно всем по отчету рекруты там с 8 декабря выслать вот эту акцию что вы обязательно можете участвовать в этой офигенной акции уже там предложение и получить такой крутой набор всего за 99 рублей который стоит минимум там 1100 рублей и уже картинку на эту акцию тоже люди делают потом заказы дальше скоро уже конечно заканчивать буду сейчас слайд переставится здесь так почему то не переставляется опять так давай переставляйся тормозит немножко сейчас переставится слайд слайд куда-то у меня ушел и вот здесь я такой делала калаш мечты это посередине моя семья и вот наши желания нашей семьи уже конечно нам охота иметь большую квартиру мы уже начали ее откладывать уже как бы оформили вклад и каждый каждую мою зарплату 50 процентов мы уже начали откладывать на первый взнос на квартиру я думаю за год у нас наберется хорошая сумма и уже сможем взять ипотеку и уже нормально ее выплатить не за 10-20-30 лет как у нас еле-еле сейчас семьи выплачивают и у нас сейчас друзья на 30 на 25 лет взяли ипотеку это же кошмар такая кабала я думаю мы тоже возьмем потому что мы хотим квартиру побыстрее уже для себя купить и я думаю мы буквально может за 3-4 года мы всю ее погасим я думаю у нас это очень осуществимая цель потому что я себя вижу уже дальше только в Эрифлейм мне очень нравится работать онлайн потому что уже установилось расписание я выделяю на это время у меня уже отличная замечательная команда активные девочки мне уже просто незачем возвращаться на свою работу где платят уже 4 раза меньше чем я здесь получаю и вот это конечно мои мечты конечно охота потом уже второго ребенка и чтобы у них было образование образование отличное и чтобы мы отдыхали несколько раз в год просто прийти и взять допустим путевку в Турцию или еще куда-то и просто улететь семьей отдохнуть в любое время в любое время года мне этого очень хочется конечно мне охота дальше расти по карьерной лестнице открывать закрывать новые звания мне буквально на днях звонили сервисного центра поздравляли с званием директор и они там мне кажется сами прыгали от радости что у них в филиале появился новый директор и филиаль я уже занимаю 57 место в нашем филиале там у нас на первом месте стоят Альбина и Эрика Хафизова это исполнительные директора я думаю я их потом уже буду догонять мне тоже охота подняться в своем филиале показать своим коллегам рост сейчас я вот мы бываем на всех праздниках Арифлейм которые устраивают наш филиал и выставляем фотографии я вижу что у нас уже команда идет за нами уже пишут такие сообщения что мы за вами вы наша поддержка опора вы наша мотивация и конечно же хочется это доказать показать рост показать что у нас все реально все возможно если возникают какие-то трудности они конечно временные главное просто это поменять свое отношение к этим трудностям и тогда у вас обязательно все получится ну да у меня есть блок для рекрутирования сайт есть для рекрутирования и блок для новичков тоже спасибо вам огромное всем я тоже желаю конец и вот что поддерживает лично меня это я почти каждый день смотрю ролики потом смотрю вебинары уже успешных людей которые очень давно в Арифлейме и 5 10 15 лет это мне очень нравится Алексей Севруква тоже из Украины старший президент Татьяна Мельничук старший бриллиант директор вот Наша Хафизова Альбина Эрик Наталья Игель конечно мои любимые спонсоры обожаю слушать Анечка Черна спасибо тебе за такой проект я сейчас уже понимаю какая-то огромная ответственность уже иметь такую команду на сайт можно на блог для новичков на блог тоже можно для рекрутирования скину и спасибо вот Анечке Черне и Татьяне Новикой что в свое время меня очень сильно пнуло когда я помню сама жалась что у меня ничего не получается что у меня ничего не растет она мне писала что ты ленишься ты не приглашаешь ты сидишь просто так ничего не делаешь я думаю ну как же так я вроде что-то делаю потом сама уже проанализировала свое свое отношение свое видение вот то что на самом деле я делаю и я поняла что на самом деле сижу и просто ничего не делаю и она говорит ты лентяйка конечно у меня такой любимый строгий спонсор очень ей благодарна мне кажется только из-за тебя я уже начала так расти с летом и я действительно уже старалась избавиться от этой лени и действительно заходить сюда в интернет чтобы только на самом деле работать очень важно отгонять сомнения и неверие потому что сомнения наш главный враг как только мы начинаем сомневаться вот к нам никто не идет никто не хочет никто не заказывает мысли сразу уходят материально мысли уходят в космос и получается это уже начинает сбываться с молчанами я ничего не делаю я пишу людям которые вот только зарегистрировались я информацию отправляю письма отправляю потом пишу еще в течение недели 4 3-4 раза если они мне ничего не отвечают я тоже уже перестаю писать и просто ищу дальше и я точно уверена что своих активных людей я найду потом очень важно читать книжки про сетевой маркетинг про лидерство про сплоченность команды просто про богатство мне очень понравилась книга самый богатый человек вавилоне вот после этого как-то у нас там такое было книга как рассказ идет но человек просто откладывал 10% с каждого дохода и вот эту идею мы взяли для своей семьи и вот как вот эти 10% с каждого дохода у нас тоже отдельно как идет накопление и вот это как подушка безопасности и ты чувствуешь себя уже что ты можешь достичь намного большего когда ты каждый доход себе сначала откладываешь 10% а потом уже потом уже дальше чувствуешь себя увереннее в жизни я очень радуюсь успехам моих коллег когда мои девочки выходят на новые уровни даже 3% 6 9 12 я на итогах ищу фотографии всех людей которые выходят на 3% мы их поздравляем каждый каталог с фотографиями с цветами потом у нас вот Анечка делает ролик делала ролик тоже и и уже люди сами радуются своим успехам и вот моих девочек уже вызывали на сцену и мне я очень просто счастливо сидела когда их обсыпали обсыпали таким золотым золотыми блесками дарили цветы шарики когда они спускались с этой сцены счастливые мне это прям я сама была наверное на седьмом небе в счастье что уже мои девчонки выходят на сцену их поздравляют дарят цветы поздравляют с новыми уровнями потом у меня висит лестница успеха перед глазами каждый день это калаша моей мечты тоже висит я каждый день его вижу каждый день вот то что я хочу в жизни изменить свои новые звания путешествия там машину дом новый вот это все у меня висит перед глазами я просто не могу пройти мимо своих мечт уже и ну кто если не я этого достигну потом и конечно мой ребенок мне охота чтобы у него все было чтобы у него чтобы у моей девочки были красивые наряды чтобы мне всегда было ну не стыдно пойти с ней в гости чтобы я могла ей купить то что то что мне хочется ей купить а не то что там игрушку за 50 рублей взял и там раз в месяц и уже считает что что-то там выполнил мне очень хочется чтобы у нее все было чтобы у нее была своя комната там с красивыми там шкафами а не то что вот мы как-то втроем в одной комнате и вот задайте просто себе вопросы где где я хочу жить вот в хрущевке там в маленькой квартире 33 квадратных метра или в большой квартире минимум 100 квадратов или в своем доме что я хочу покупать что я хочу кушать на что у меня хватает денег или то что мне действительно хочется купить там сделать какое-то оригинальное блюдо или вот на что у меня хватает денег просто задайте себе эти вопросы где я хочу отдыхать там на какой-нибудь захолустном захолустной квартире которую вы сами сняли там за 500 рублей в сутки или в пятизвездном отеле просто спросите себя где я хочу быть через 5 лет сколько я хочу получать какой доход я хочу иметь это все важно у нас такая жизнь и в России и в Украине в Украине сейчас вообще огромная кризис гражданская война страшно подумать девочки пишут в лидерском чате что они вот только очень рады что у них есть Арифлейм что тут все так же никаких изменений там доход перечисляется и у нас так же в России зарплаты небольшие и пенсии потом 8 тысяч вот сейчас со мной ну работали до декрета женщины у них пенсия 8 тысяч если бы у них не было вот этой работы вот как прожить на 8 тысяч если коммуналка всего там коммунальные расходы 3 тысячи там телефон нужно туда нужно сюда нужно и остается там 3-2-3 тысячи а есть еще внуки которым охота подарок сделать какой-то хоть малюсенький пенсия 6-7 тысяч я из города Уфа я просто представляю что если меня ждет такая пенсия то это не жизнь это просто выживание и я этого не хочу поэтому я целиком полностью здесь хочу остаться хочу минимум 300-400 тысяч каталог получать и теперь я знаю что просто это все реально все это реально все реально с нашим проектом если оффлайн очень сложно добиться каких-то результатов то онлайн мне кажется добиться можно просто просто дайте себе время время дайте себе да вначале может не получаться может людей нет может молчат но вы обязательно найдете себе активных людей в команду у вас будут активные девочки новички ваши ключевые партнеры с которыми вы будете дружить и общаться которые вас уже будут считать друзьями поэтому дайте время себе да вот я целые там целые полтора года ничего не получала у меня все копилось на номере ну и что я знал что я обязательно все получу у меня все это будет поэтому каждое свое время получается я работаю здесь один год восемь месяцев почти два года и я не собираюсь останавливаться на достигнутом открывать новые звания получать доход два в три четыре раза больше конечно и во много раз больше и вам того же всем желаю это все реально вы все сможете да сможете только в голове меняйтесь сами верьте верьте читайте про компанию слушайте вебинары известных уже лидеров просто лидеров в арифлей не обязательно там вот тех кто даже онлайн работает а просто людей которые целиком полностью уверены в нашей компании нашей компании 47 лет и она не собирается останавливаться каждый раз улучшается маркетинг план увеличиваются зарплаты какие-то новые акции подарки мне все нравится мне весь каталог хочется купить мне все нравится у меня уже муж смотрит каталог он мне говорит мне часы мне ремень мне там шарф мне вот это мам тоже моим нравится так что бывает конечно там негатив бывает пишут но все это как-то не нужно обращать на это внимание вы спо не отвечайте как мы работаем скажет приглашаем и все онлайн но если есть вопросы задавайте так-то у меня уже все я все вам рассказала надеюсь вам чем-то было полезно фильм секрет тоже классно ветка Васины с нее мне уже идет пассивный доход 15 13 16 тысяч каждый каталог я получаю только с ветки Оксаны Васиной то есть она работает сама а мне уже идет пассивный доход я могу уже отдыхать так скажем а пассивный доход он уже идет ссылку я не могу дать потому что я вам могу рассказать потом как его делать на нет я редко что-то отвечаю мне говорят нет я редко что-то отвечаю некоторые любят спорить но я редко пишу я пишу если что я тут я в сети каждый день вы можете в любой момент обратиться и там удачи вам и все чтобы не спамили сообщения нужно в сообщениях менять буквы с русских на английский это вот а е с да о вот эти буквы нужно поменять и можно отправлять вот у Ани ссылка школа новичка копируйте ее там та же информация что я даю своей тоже школе новичка да у меня просто там он цветной этот блок цветной и все а так я я взяла у Аны черную этот вот блок вот эту ссылку я взяла у Аны и просто сделала его цветным и назвала по другому и все а так у меня там все то же самое спасибо всем огромное что вы так позитивно тоже отнеслись первый раз да вот текст для кандидатов написал своими словами а потом я его уже везде копирую страниц у меня 10 ветки у меня 4 ветки у меня 22 большая ветка 18% 6 6% и сейчас 6% будет ветки то есть вот я 2 ветки у меня большие 1 ветку выстроила до 15% и еще 2 ветки маленькие я сейчас их начала с осени развивать блок нужно распространять везде да цель на саппиру директора потом еще 2 ветки возьму ветки все отдельные да отдельные люди каждой ветке я нашла активного человека вот сейчас я взяла 2 новые ветки и я уже там нашла активных людей и конкретно им я стараюсь помочь для осуществления их целей конкретно вот ветка там у меня Светланы ветка Алены я называю вот так и этим девушкам я уже стараюсь помочь в работе но ветки да лучше позже строить вы сначала выводите 2 ветки на 12-15% и берете еще 2 ветки все ветки считаются да во всех странах все ветки считаются ну вот у вас приняли приглашение в друзья вы им пишете первое сообщение вот из школы там есть сообщение там около 10 шаблонов вы берете этот шаблончик переделаете немножко под себя и отправляете человеку вот сколько ключевых чем больше тем лучше конечно вот таких вот человек 5 нужно которые уже действительно хотят работать с нами дальше у них есть цель вырасти с нами дальше а вообще чем больше тем лучше как ссылку на блог распространять каждый день на рабочей странице вы можете добавлять фото мотивирующие картинки отмечать на этих картинках людей и под этим фото вы пишете предложение о работе ссылка на блог и у вас посещаемость блога очень увеличится да если есть вопросы пишите вот 150 баллов я начала делать на уровне 12% нет я из друзей не удаляю людей они у меня висят я удаляю только тех кто работает другой компанией ну то есть я смотрю у человека если он предлагает что-то другое у меня в друзьях сидит я конечно его удаляю ну вот потому что стереотип отказывается работать потому что всех замучили 5-10 лет назад что нужно бегать с каталогами тащить людей на презентации стоять раздавать листовки холод и в голод поэтому и не хотят нужно как-то рассказывать что мы только онлайн работаем я раньше писала в личку когда человек принял приглашение в друзья раньше писал всем сейчас я не пишу потому что много страниц я отвечаю только на плюсы ну если предлагается Reflame да я удаляю потом ну если не наши удаляю конечно если не из нашей структуры табличку эту я сама придумала тоже смотрела как другие делают на вебинаре рассказывали про такую табличку в Excel а если таблица рекорд то вам нужно зайти в управление структуры отчеты по структуре рекруты и нажать сверху на старт у вас тогда будут выстроиться все рекруты получается снизу вверх и внизу есть экспорт в Excel и у вас будет табличка рекрутов в Excel да многие боятся иногда пишешь человек что тут нет продаж у нас личное потребление а он все равно тебе пишет сто раз потом что вы меня хотите заставить продавать я да нет я вас ничего заставить не буду делать вы покупаете настолько насколько сами хотите покупать у нас нет обязательных заказов вы просто берете себе на любую сумму вот у меня стоял опрос чтобы не спамили сообщение я меняю буквы с русского на английский и можно 40-50 сразу отправить я отправляла и 20-30 сразу в один вечер мужчин принимаю но есть у меня регистрация мужчины но они как-то не работают или не понимают как работать я да они может для знакомства но я мужчинам вообще не могу объяснить как работать с нами у меня не получается ну да тут нет рисков у нас вообще никаких платить не нужно нигде вы берете себе то что берете и так в магазине мыло зубную пасту и гель для душа так же и берете но где же тут как сказать траты где тут вложения тут нет вложений можно свой номер жене передать можно ну вот классно у кого-то мужчины работают здорово у меня не получается с мужчином объяснить вот тоже если мужчина просится я сразу пишу что Арифлейм что нужно работать что нужно покупать и тогда они сами уходят запись да все идет арифлейм 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 то Продолжение следует...